Мария Максакова, оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, с нами на связи. Мария, приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию. Да, ну вот только что в нашем эфире прозвучало в материале, что, ну вот, Троицкий говорит, что в принципе можно выехать за границу и там как-то жить. Да можно, да, это же не означает, что позволят, вот как бы это ни звучало, позволят концерты давать. Тут вот нечаянно вспомнила и Аллу Пугачеву, и Макаревича, да, вот где дана команда со стороны Путина, и Лавров, насколько я понимаю, там по посольствам активно это все дело обеспечивает, запрещают концерты, и Галкину запретили. Получается так, Мария, даже если ты не выехал, даже если тебе удалось выехать с территории Российской Федерации, и такая возможность появилась, а, и Кристине Арбакайте запрещают, там отменяют концерты один за другим на территории самой Российской Федерации. Я так понимаю, вот все, кто неугодный, все, кто нелояльный, и концертом не бывать, и выступлением не бывать, правда, я не очень понимаю, к чему это приведет, и в принципе цель понятна, но к чему это приведет, и зачем это делать? Я думаю, что у вас есть ответ. Я думаю, что нам нужно разделить эти два взаимосвязанных обстоятельства все-таки на две малоприятные кучи с соответствующим запахом. Что касается разветвленной сети агентуры, что касается, скажем так, преследования разнообразного за рубежом противников путинского режима, то тут я бы, наверное, даже посоветовала нашим зрителям почитать интервью Томаса Хальденванга. Это глава очень крупной службы немецкой, можно даже сказать, глава контрразведки, который, в общем-то, знаете, шокирует, я бы даже сказала, когда рассказывает, как все далеко зашло. Какой долго готовящийся и разветвленный спрут предстал вот сейчас миру, потому что все то, с чем сталкиваются за рубежом артисты, является следствием того, что, к примеру, в The Insider вышла статья о том, как в якобы культурную среду или оппозицию внедряются непосредственные сотрудники, то есть Башировы и Петровы, которые под видом каких-то таких командировок, судя по всему, еще и занимаются грязными делишками. То есть я к тому это говорю, что оппозиционеры или артисты, которые осудили войну, рискуют не только решиться какого-то выступления в стране, которая еще не научилась бороться с агентурной сетью путинской или не видят для себя в этом еще пока большой угрозы. То есть такие страны, как вы упомянули, Таиланд, получается, где, кстати, почетным консулом в Санкт-Петербурге королевства Таиланд является Юрий Ковальчук. Самое, что ни на есть, приближенное, хотел сказать, лицо, но, наверное, под лицо Путина. И поэтому, если даже Германия говорит о таких, ну скажем, после всех скандалов дипломатических, после шпионских, точнее так надо говорить, потому что это не дипломаты, это шпионы российские под дипломатическим прикрытием. Но если все-таки западный мир уже осознал степень, скажем так, к разветвленности этих опаснейших вредителей и врагов цивилизации, то есть еще, очевидно, совершенно пока страны, которые думают, ну как мне кажется, пока воспользоваться каким-то, ну неожиданно пошедшим туда финансированием, потому что эти же все российские туристы, не имея других возможностей, ринулись туда, куда могут, и там, вероятно, оставляют какие-то существенные суммы для этих стран. Но я считаю, что нам лучше поговорить вот о более таком философском, что ли, вопросе, который вы затронули. Вы затронули вопрос о том, что может в таком случае путинская пропаганда, потому что это агитпроп, к культуре и отношения не имеющий, что они могут предложить взамен. То есть они пока научились, скажем так, вот бороться, отрицать, ярлыками обвешивать и так далее, вот они научились пока рассказывать, какие все плохие. Они этим заняты круглые сутки. Какой их там, наверное, канал бы не включить, скорее всего, только это и будет слышно, как весь мир против них, в каком они там кольце врагов и так далее. То есть они пока заняты отрицательной повесткой, постоянно рассказывают, как они борются с нескрепным человечеством, окопавшись на одной восьмой суше, вооружившись ядерной дубиной и огрызаясь на всех. Теперь возникает вопрос, ну а ради чего? Ради какой такой несуществующей позитивной повестки происходит эта вся борьба? То есть отрицая всё, что наработало человечество, и чем они так, как бы вам сказать, нагло пользовались всё это время, потому что когда говорят о том, что якобы российская культура была всем и раньше неприятна и так далее, это, конечно же, не так, наоборот, существовала довольно долгая тенденция, знаете, как-то вот этой культуре приписывать свойства, которыми она не обладает, и возносить её совершенно незаслуженно. Но вот теперь, если мы говорим о позитивной повестке, то теперь мы должны будем сказать, что действительно у Путина её нет. И вот дальше возникает ещё одна параллель, которую они часто навязывают. И вот, знаете, расхождение только в этом нюансе. А была ли такая повестка, например, во времена тирании Сталина? И вот в вашем сюжете, который мы вместе смотрели, вы упоминали, например, роман, или, вернее, фильм, снятый по этому роману «Мастера Маргарита», который вызвал шквал каких-то обсуждений. И, в частности, вот критика, соответственно, эпохи этого красного террора, она всколыхнула общественность, и все сказали что-то по этому поводу. Но, вы знаете, я бы хотела сказать, что всё-таки недоговаривают все те даже, которые яростно критикуют как сталинский режим, так и путинский. Дело всё в том, что, например, там есть такой персонаж, поэт бездомный. Так вот, у него существовал реальный прототип. Это Демьян Бедный. Демьян Бедный, который участвовал в расстрелах, который, собственноручно, расправился с полуслепой Фанни Каплан, который приписали покушение на Ленина. И он же во дворе московского Кремля, поместив её тело в бочку, сжёг её прямо там. Вот, мне кажется, этого штриха как-то не хватает тем, кто пытается сказать, что якобы тогда были какие-то позитивные или, скажем так, визии. Вот, да, наверное, так надо сказать. То же самое можно сказать про их литературное мародёрство, когда вдруг Михаилу Шолохову приписали авторство «Тихого дона». Притом Солженицын провёл расследование вместе с писательницей Медведевой Томашевской и выяснил, что, оказывается, настоящий автор этого романа, Фёдор Крюков, был убит. И что вот так вот это, ну, выстраданный им Крюковым труд. Убит он был в 20-м году. И, кстати, тут можно упомянуть, что в казачьей газете «Сполох» они почтили память Крюкова, сказав, что Фёдор Дмитриевич, несомненно, унёс в могилу войну и мир нашего времени, которую он уже задумывал. Он, испытавший весь трагизм и всё величие этой эпопеи на своих плечах. И при этом вот так вот украв и под свои нужды отцензурировав это произведение, приписав его авторству Шолохову, это же не помешало мародёрам ещё и получить Нобелевскую премию за это всё. Поэтому, когда говорят, что тогда была позитивная повестка, я бы возразила и сказала бы, что единственное, что получалось, это как раз-таки губить всё, что создавали и всё, что могло бы теоретически сформировать совершенно другой мир вокруг советского человека. Хотя это, конечно, невозможно, потому что они большевики. Они были большевиками, ими и остались. Поэтому «Было ваше, стало наше» — это их любимый лозунг. Всё то, что они сегодня делают, есть тоже кража, как, например, произошло с Борисом Акуниным. Вот вы упомянули это в сюжете. Это же вопиющий просто абсолютно эпизод такого же совершенно поведения. Поэтому как в чём разница? Или, вернее, так сказать, была ли тогда эстетика, которой нынче нет? Ну, наверное, можно, наверное, сказать, что в силу неоконченного какого-то там церковного образования всё-таки сложно было бы себе представить, чтобы любимой группой Сталина был этот хрипун безголосый Любе, или чтобы шамана, например, вот так вот тиражировала бы советская пропаганда только для того, чтобы все забыли о том, кто такой настоящий шаман Габышев. Это же проект, который создан просто как Эрзац, потому что Путин панически боялся шамана Александра Габышева. Он его поместил в психиатрическую больницу и проводит над ним вот эти вот советские практики карательной психиатрии. И для того, чтобы все о нём забыли, и при вот этом слове возникала ассоциация совершенно другая, возник вот этот вот, кстати, слизанный полностью с какого-то гитлеровского исполнителя такой вот образ, который вызвал много каких-то разговоров о себе, а по сути являлся просто Эрзац, чтобы забыли про настоящего шамана. Поэтому я вам скажу так, что позитивной повестки не было ни тогда, и визии тоже никакой. Было мародёрство, были расправы, и были кражи и убийства. Но остаётся ответить на, вот, наверное, последний вопрос в связи с этим. Но ведь тогда, многие говорят, репрессии исчислялись миллионами, то есть крови было больше, то есть сажали ещё до всякой там Второй мировой и убивали миллионами, а сейчас только сотнями тысяч. Вот на это я вам скажу так. Просто поскольку мир шагнул вперёд, и коммуникации позволяют мультиплицировать вот эти беззакония, отвратительные расправы, эти все практики, то тогда нужно было, видимо, чтобы посеять этот страх, эту оторопь, чтобы буквально в каждом подъезде, в каждом селе или каждого какой-то знакомой на работе пострадал от несправедливости сталинского террора. Сейчас они развивают свои мощности. Конвейер путинской вот этой вот машины смерти, он набирает обороты. Не надо даже говорить, что это чем-то как-то, в чём-то отличается. Просто он может тиражировать эти ужасы и наводить страх чуть меньшими, так сказать, вроде бы пока дозами крови внутри страны. При этом он сеет горе и кровь в адских количествах в Украине. И вот сегодня мы с вами сидим в эфире, я каждый раз благодарю за каждый день и за каждую ночь вооружённые силы Украины, но сегодня была ужасная тяжёлая ночь. И сегодня опять продемонстрировала эта адская машина смерти вот этот свой безобразный оскал. Я не вижу большой разницы между теми постулатами, которые большевики навязывают уже сто лет с лишним. Поведение приблизительно идентичное. Деградация, согласно, есть. Просто эстетика даже их вот этих репрессий, практик карательных убийств, вот эти все гаденькие их делишки, они носят такой подлый, ко всему прочему, характер. То есть, помимо всего прочего, у него вот эта проштампованность внутри черепной коробки тем, что он постоянно играет, не будучи никаким серьёзным спецслужбистом, никаким серьёзным Джеймсом Бондом. Этого никогда не было. Это был какой-то там ДК в Дрездене, который он открывал и закрывал ещё, его угораздило, был ещё завербован штазе, что вообще было, так сказать, с точки зрения более, скажем так, таких более матёрых упырей из КГБ, вот более такого старого эшелона, это было вообще чем-то возмутительным. И когда, в конце концов, его поставили во главе этого ведомства, на пути, скажем так, пока он шёл к основному этому корыту, к своему трону, то им это страшно всё не нравилось. Я хочу сказать, всё, что они сегодня продуцируют, есть реплика на их традиционный большевизм. Абсолютно. Мария, спасибо вам большое за вот такое, да, это изложение, скажем так, этой истории со всей подноготной. Вас всегда рады видеть в эфире телеканала Freedom и вас благодарим за то, что присоединились к нашему эфиру. Мария Максакова, оперная певица, бывшая депутат Госдумы Российской Федерации, была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.